здравия всем по на канале марка елена диригетти марку вот она я так куда мы едем мы едем в алькаланка валькаланка сегодня суббота по-моему 16 октября или пятнадцатого джи сэдичи окундичи он не знает марка ну в общем октябрь месяц середина представляете уже до нового года осталось два с половиной месяца до 16 говорит вроде и что у нас тут мы еще в саму валькаланку то вот только повернули грону вот мы проезжаем грону было написано такие вот виллы из камня где есть камень и они стараются все-таки из камня построить где много дерева из дерева но так как у нас мы здесь богатые камнем и деревом все это совмещается да как и карета стоит там внутри а море фирмы кинать ему кладби дыры дыры коротца варданки качи почему поле то дима он говорит остановимся когда мы будем ехать обратно и и мост здесь очень такой горбатенький я увидела по левую сторону хорошо вот здесь пасека да вот в это поедете пальчиком мы опять увидели сан-бернардино где мы с вами были вот там вот мы с вами видим парашютистом который на крыле что хочу сказать вот спрашивают опасно ли жить в горах но жить то не опасно особо до кроме как а если снежная лавина сойдет либо каменная какая-нибудь лавина либо грязевая какая-нибудь сель вот все может быть да но здесь вот видите как вот все камнем выложено и это для того чтобы обезопасить тех которые здесь проезжают по дороге и также в деревнях будем называть их селение да потому что деревне это слово большое а здесь и хуторами их не назовешь потому что они больше хутора да на хуторе сколько там 35 домов может быть и один дом на хутором называться он называть селение и и в общем то мы сейчас проезжаем и я увидела знак знак который горел да то есть он в нем лампочка красный круглый и внутри автобус и написано что значит 200 метров 100 метров так вот их несколько было и такой карман большой да то есть в сторону уходить и там целое строение для автобусов также есть бывает здесь загораждениями не видно но вот мы с вами можем увидеть вот этого парашютиста деревья тоже не увидим хорошо и я спрашиваю для какой цели автобусы контролирует наверное потому что с пандемии связано то есть вот эти вот зеленые паспорта он горит нет контролирует которые любой автобус который едет сан-бернардино или вот сюда в аль-каланку контролирует все что связано с тормозами да и такой контроль небольшое количество времени потому что загоняют его и там делают такой вот просвет фотография такая вот как будто вы легкие смотрите да забыл как называется как-то когда легкие просматривают но вы мне напишите вот вот такой вот делают контроль и контролируют большие грузовые автомобили в таких местах сидит марка бубнит а говорит не говори обо мне плохо потому что свист в ушах значит грузовые автомобили должно совпадать во первых опять же таки что касается если есть какая-то поломка да какие-то может быть болты открученные наполовину это тоже там все и просматривают все смотрят с тормозами и плюс еще груз все что связанное с грузом если это коробки ящики значит сколько штук если это связано с весом и так же с коробками до с весом то есть все контролирует на весы загоняют и смотрят на документы по документам проходит этот груз по килограммам ага мы вот сюда с вами как-то ездили в санта-мария вот здесь вот наверх поворачивали направо сейчас мы едем прямо мы кстати там в этой валька ланки вот можно в нее въехали никогда не были давай ревья макусе к муча ландеры ландеринка это наверху мы будем подниматься на подъемники а с оттуда вы нашему макина сельма вот куда мы приедем на автомобиле и оставим автомобиль называется сельма а где поедем на подъемники это будет ландеринка то есть без бутылки не выговоришь ну и соответственно еще не запомнишь поэтому я спрашиваю чтобы не ошибиться дома то мы об этом уже говорили и не один день потому что мы прошлую субботу хотели выехать но был большой туман то есть дождя не было но вот такая туманность поэтому бесполезно и их ничего не увидишь малина 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 есть небольшое озерцо какие симпатичные здесь поселения деревне и до этого мы еще в сентябре собирались но подъемник был сломан его как раз чинили потому что марка перед тем как выехать он позвонил работает не работает ну и в общем то сказали что сейчас был в починке кстати в этой ландеринке люди некоторые проживают постоянно то есть это не только дачи но и постоянно место жительства и вот поднимаются на подъемники то есть подъемник работает как круглогодично но по часам соответственно вот вроде бы что-то вам рассказала о чем знала сейчас время одиннадцать сорок семь время подходит к обеду поэтому мы там решили пообедать вот и едем туда в принципе на обед ну а подъедем наверное где-то в 12 чем-то может 30 45 все зависит от того вот видите как сейчас раз по мосточку проедем вот каток стоит а вертолет летит потому что слышим шум вертолета вот он вертолет полетел вертолетные на итальянском называется ликотору но похоже похоже кстати стекло грязное что-то и не подготовилась вот он где каток работал асфальт новый мне кажется такое впечатление что дорогу расширили это мое впечатление почему потому что обычно здесь дороги узкие сесси курок у анонсиа мостать майн свечер только что муста а почета всем дате филе филе фонду по четвертым и черепа лаказан о модернах да 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 ой друзья мы с вами сюда ехали уже как у просто терапевтики кивасу а брусио мы видим с вами и небольшой подъемник и бича прораз отрыва синестра сказал что мы там тоже не были ни разу амбрусио а вообще мы в конце здесь с вами были я снимала вот здесь вот добывают границ мы с вами видим по левую сторону вернее здесь уже привозят добытый вот и по правую сторону его здесь вот на фабрики 1 это пиль разбиливать на кубики на другой формы мы сюда уже прежде а я думаю что такой знакомый армию 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 а он говорит я уже на этом подъемнике поднимался но это было для меня и он живут все смотрит смотрит и в интернете с людьми разговаривает ему сказали лендеринка более интересная маленькие кафешки мы вот одну кафешку с вами увидели тоже люди же приезжают сюда и прогулку и в лес по грибы но сейчас грибов нету холодно сейчас скажу ночью было где-то градусов наверное пять вчера марка сказал вообще три градуса было ночью мы не просыпаемся так чтобы градусы посмотреть это он позавчера просто просыпался утром ему нужно было одно место съездить поэтому он говорил утром было три градуса 7 утра ну значит ночью была такая же температура а вот когда уже солнышко выходит то вот от земли от травы и от камня идет вот такой вот дымок то есть и ней утром просыпаемся а уже и не на траве хотя ведь и желтого то особо и нету ну потому что желтые вот такие вот они в основном березы березы а берез здесь не а так уж много да это все таки российское дерево береза или белорусское даже там много берез здесь вот они есть вы видите белые стволы но что-то как-то они не желтизнеют просто облетают и все ну конечно меняется цвет что ни говори ну вот такая вот чтобы золотая прям осень да 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 вот вот сюда наверх пойдем кстати вот мы здесь и видели эти телеферики когда приезжали в конец конец вали балька ланка балька ланка балька ланка теперь нужно парку парковку найти так друзья ну я чувствами прощаюсь вот она написано сельма вот видите как все камнями сделано чтобы не все ничего не обрушилась ведь это же строилась не в этом году а и не сто лет назад и 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 Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И всех благ.